Сегодня у меня счастливый день, потому что в гостях в нашей программе одна из самых прекрасных, слабых и сильных женщин нашей страны. Наталья Олексинцева, моя одна из главных победительниц конкурса «Миссис Россия» 2009 года. Наташенька, я очень счастлива, что сегодня ты приехала в мою программу, причем она участвовала от города Ставрополя. И, наверное, история жизни Натальи, она сколько интересна, настолько она очень сложная. Наташа, я думаю, что сегодняшнее наше обобщение, оно кому-то подарит крылья, для кого-то будет уроком, а кто-то просто улыбнется и скажет, боже мой, о чем я думаю, жизнь такая прекрасная. И надо наслаждаться каждой минутой, каждым мгновением и радоваться самым маленьким мелочам, которые окружают нас. Наташечка, моя хорошая. И такая прелюдия, потому что, я думаю, что через несколько минут, дорогие телезрители, вы поймете, о чем я говорю. Скажи мне, а вот был такой момент, что ты в детстве о чем-то вот так мечтала? Алла Юрьевна, ну, наверное, был, почему говорю, наверное, потому что я уже, честно говоря, с чередой событий, которые происходят, я уже много, конечно, и упустила. Но, как любой девочке, я хотела, мне мечталось стать королевой. Любая девочка в детстве. Нет, просто есть девочки, которые играют в войнушку, которые любят стрелять, а есть девочки, которые на самом деле королеви. Что-то мне интересно, я почему-то сейчас на тебя смотрю, думаю, интересно, а какая ты была в детстве? Что, о чем ты мечтала? Все-таки вот наша тема, королева, да? У меня в совокупе все. Я играла с пацанами, я дралась, можно сказать, дралась, все было. Гляньте на эту белоснежку, она дралась. Вот, ну, доказывала свое я обязательно, это было. Характер всегда был, тем более мы росли в советское время, когда нужно было заниматься комсомольской работой, пионерской работой. Ты была комсомолкой? Секретарь райкома и даже горкома комсомола. Так что комсомольская молодость наша не дает нам покоя. Да, покоя не дает, да. И наряду с тем, что у меня характер взрывной, активный, и, конечно, хотелось мне быть девочка-девочкой. Девочка-девочка-девочка. Ну, я знаю, что у вас в семье две дочери, да? Да, у меня есть еще старшая сестра, она полтора года старше меня. О, так вы с ней росли почти по годке, вы, то есть вы настолько близки были по жизни всегда, да, шадали? Ну, она спокойнее человек, она уравновешеннее человек, потому что она старше, на нее груз ответственности, конечно, лежал. Полтора года разницы, но уже накладывает отпечаток старшей сестры. Да, 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 я серьезно говорю, у нас получилась такая ситуация, что родители уехали и работали за границей в Сирии, в Сирийской Арабской Республике на тот момент. Нас воспитывала бабушка с сестрой, нас воспитывала. Ой, этого не знала. Да, мы жили 10 лет вот вместе с бабулечкой, со своей, а бабуля была совершенно неграмотной. Это что, 10 лет их вообще почти не было? Нет, они приезжали в отпуск, они приезжали только в отпуск. И бабуля была неграмотным человеком, она даже не могла расписываться, но она была душевной и очень верующий человек. И вот то, что она заложила... Это сколько вам было лет, когда они уехали? 10 лет они уехали, мне было 10 лет, сестре 11 лет. И приехали, когда... А вы скучали за родителями? Конечно скучали, конечно. Это сейчас интернет, сейчас WhatsApp, Skype, а тогда это что, минимум по телефону и один раз в год отпуск? Письма, письма, мы писали письма, причем недавно я нашла свои письма, я так смеялась, как мы там все описывали. По несколько раз здоровались, ну 10 лет, что я там могла написать. И потом писала в конце, я одно письмо нашла, написала в конце, все, мне некогда, я побежала гулять. Чувствую такая детская отмазка, да? Я вас люблю, но надо идти гулять, да? Мне некогда было. Мне некогда. Вот, и наряду с этим, конечно, мы примеряли, делали какие-то короны с сестрой, мы мерили. Но это было в форме игры, тем не менее, в свое время это осуществилось, благодаря тому, что я приняла участие сначала в региональном конкурсе. Да, вместе с Ставрополь. И там мы с вами познакомились, вы приезжали в город Ставрополь, вы подошли... Сколько лет прошло, я это помню, между прочим. Вы подошли и сказали, ты приедешь ко мне на конкурс и будешь там участвовать. Это было так. Причем я была, светлые волосы у меня были. Вы сказали, перекрасьте, будешь конкурс. Да, мы, кстати, Наташу перекрасили, между прочим. Это точно. Наташа, слушай, Наташа, вот, казалось бы, да, случайностей, и случайностей не бывает. Наталья приезжает на конкурс, и после этого, так сказать, она становится одной из главных, победительниц. Ой, я, знаешь, сейчас что вспомнила? Я вспомнила эту лошадь, которую нам кто-то подарила, ты ее везла. Да, да, да. Наташа пришла на конкурс, уже у нее был такой некий уже путь благотворительности, что очень приятно, я думаю, что, может быть, и поэтому еще и мы, жюри, захотелось отметить именно ее, потому что, кроме того, что мы красивые все, мы такие все стройные, должна быть какая-то еще социальная такая, ну, позиция человека, который сегодня в обществе, даже если он получает титул, он что-то должен дать этой вселенной. Наташа занималась уже благотворительностью. Как вот казалось бы, да? Откуда лошадь, с Москвой ее везли? Нет, я сейчас расскажу. Вот интересная совершенно история. Когда мы после конкурса «Миссис Россия-2009» принимали участие в показе мод, был показ высокой моды в Москве, вы после этого пригласили всех нас, участниц, поехать к себе на дачу. И на дачу, помимо участниц... Да, мы ездили на дачу, жарили шашлыки. Друзья мои, я это не помню. А прошло сколько лет? Да, не будем говорить. Я помню, что на 2019 год все уже посчитали, я помню, что какой-то один год я кого-то приглашала на свою дачу. Да, было очень много людей, и вот среди приглашенных гостей вы представили меня как человека, занимающегося... И сейчас я скажу, сколько у меня соток на даче, все просто будут удивлены, как я могла пригласить весь конкурс. Это только я так могла сделать. Да, это точно. И вот была... У меня 10 соток, но могу пригласить весь конкурс. Даже гектары не нужны. А там даже сидели мы друг на друге, но места хватало всем. Это было здорово. Точно, это был тот конкурс. И был один из гостей... Я забыла. Я забыла. Я уже помню, какое-то время прошло, и ты мне звонишь и говоришь, нам подарили лошадь. Друзья, вы не пугайтесь. Лошадь не просто так подарили. Наталья занималась туда благотворительностью очень активно. Дети ДЦП, да? Нет, на этот момент я занималась с детьми с ограниченными возможностями. Умственно отсталые дети были, так сказать. Но дети хорошие. И был какой-то центр, да? Куда мы эту лошадь отвергли? Интернат. Интернат был. И я в этот центр. В общем, мужчина, он имел какое-то отношение к... У него конюшня. У него конюшня своя. И у него была лошадь подготовлена именно для ипотерапии. То есть она... Это специальные лошади, которые должны быть уравновешены. Ипотерапия. Да. Я сейчас, кстати, тоже занимаюсь ипотерапией. Ну, знаешь, какая судьба сложилась, да? Ну, тогда подарок, вот такое неизгладимое впечатление для детей произвел. Это было потрясающе. А долго эта лошадь прожила? Ну, она жила на тот момент, когда я ездила в интернат. Была она там. Она не в самом интернате жила рядышком. Но, тем не менее, за ней ухаживали. Ее кормили, дети холили, лелеяли. Там все замечательно было. Здесь какие-то интересные истории. Через столько лет мы узнаем. Эх, Наталья, Наталья. Как думаешь, вот эта история твоя с такой тяжелой трагедией, которая произошла у тебя три года назад, ты как к этому относишься сейчас сама в душе? Почему такое могло тебе испытание выпасть на твою долю? Ну, во-первых, когда это произошло, я подумала так. Я человек верующий. И я поняла, что, значит, такая ситуация мне дана. Значит, я человек, который я выдержу. Господь не даст больше, чем может выдержать человек. И я ситуацию не приняла. Я не верила до конца, что это настолько сложная ситуация. Я когда уже прочитала диагноз, тогда уже что-то там начала понимать. Ну, а так лежу и лежу. Отдыхаю. И все, в принципе, казалось бы замечательно. Ну, я не пускала к себе внутрь вот эти моменты сложные. Я не верила до конца. Ты знаешь, что ты когда мне написала, в начале лета, мне было такое смятение. Мне так было больно. Я пыталась себе поставить на твое место. И думаю, боже мой, как же это тяжело. И в то же время я видела, насколько ты уже взяла вот этот вектор на вот это позитивное существование в хорошем смысле слова. Я думаю, что, наверное, сейчас в этой программе скажут вас слово, что произошло, чтобы было понятно. Почему мне хотелось... Наташа, она приехала на конкурс сейчас на Месяц России, через столько лет, как почетные гости. У нас есть такая традиция. И мы снимаем эту программу, чтобы она, уехав себе в Ставрополь, обязательно побывала в нашей студии, рассказала о себе. И, может быть, ее жизненный путь, ее история, она будет очень важна для тех людей, которые сегодня смотрят нашу программу, потому что мы никто не знаем, у кого и когда в этой жизни может произойти какая-то трагедия. И как с этим нужно бороться, и как с этим надо жить. И как нам, людям, которые рядом, нужно быть рядом в этот момент. Если вдаваться в историю, три года назад получилось так, что я пошла на операцию. Рядовая операция, которая требовала два-три дня для нахождения в больнице. Когда мне сделали операцию, вроде начала отходить, все хорошо. Операцию делали, оперировали при помощи спиноэпидуральной анестезии. Это сейчас сплошь и рядом происходит. Укол делается в спиной канал. Я не знаю, я не медик, я не могу рассуждать, насколько это было сделано неправильно, но уже сейчас, спустя какое-то время, пройдя судебные инстанции, я потом могу это тоже пояснить, значит, уже доказав, доказательство есть, что виновата именно спиноэпидуральная анестезия. У меня отказывают ноги. Отказали не просто ноги, отказали вот часть, я даже могу показать, от груди и вниз. Я не чувствовала, я не понимала, где, а не что, а не что происходит. Был момент непонимания, не то что неприятия даже ситуации, а насколько я помню, я просто не понимала, что это тяжело. Мне приходили врачи, говорили, ну это временно, ничего страшного. Но когда три дня прошло, и улучшений нет, а идут ухудшения, тогда уже, конечно, мой супруг забил тревогу, потому что это уже как бы становилось необытным, так скажем. Ну и, как сказать, не сдались мы. Первое, что я сказала, увидев мужа после операции, сказала, что вот такая ситуация произошла. Я не знаю, смогу я ходить, не смогу ходить. Я прошу прощения. Это просто, ну так, эмоции, а так, в принципе, мы люди сильные, мы выстояли. Я ему предложила расстаться, понимая, что это... Что-то ему будет очень тяжело. Да, что это в тягости. Но человек просто настолько порядочный, настолько любящий, он сказал, закрыли эту тему навсегда. Это было так приятно. И вот благодаря его поступку, благодаря вот этой руке помощи, у меня пошло-пошло-пошло-пошло, и до сих пор идет, идет, идет. И я обещаю, что когда-нибудь я приеду, даже без помощи посторонней, я зайду к вам. Очень важно, когда в твоей жизни есть люди, которые могут тебе протянуть руку, открыть ваше сердце и не предать тебя в самый трудный момент. Наташа, я хочу сказать, что сегодня участницы, которые приехали на новый конкурс, они настолько были счастливы увидеть тебя, поговорить с тобой, были рады, что ты была в нашем коллективе. И вот завтра, совсем скоро, уже будет финал, и мы надеемся, что вот этот праздник, он подарит тебе новые эмоции, новый толчок, новые желания двигаться дальше. Конечно, чудеса бывают, хочется в них верить. И в конце нашего общения я хочу, чтобы два слова сказала про своих прекрасных деток. Я с удовольствием, Ирина, вы их видели практически. с самого маленького возраста. Будьте смеяться, был конкурс, они, значит, украшали зал шариками. И вот раз они приехали, сын уже жених, 22 года, и смотрит на меня и говорит, мам, чем помочь? Я ему говорю, Жень, завтра конкурс, нужно опять привязывать шарики. Он сделает это с удовольствием. Я знаю. Вы знаете, как Новый год, мы все вместе с шариками, тут что-то цветочки. Но, наверное, это радостно, когда у людей есть общее событие, в котором они все находят себе применение. Да. И доченька. Это, знаете, вот моя семья, это моя крепость. Я скажу это со стопроцентной уверенностью. Дети – мой стимул в жизни, моя мотивация, ради которых я живу. Я знаю, что мама всегда нужна любому ребенку, хоть ему 30, хоть 50, хоть 5 лет. Это точно. Всегда нужна мама, которая погладит, пожалеет, хотя бы слово скажет. Ближе матери никого нет. Поэтому это тоже один из факторов, который меня вытягивает и оставляет в этой жизни, и дает надежду. И, конечно же, мой муж, который руку дал, и он ее не отпускает. В прямом и переносном смысле этого слова. Еще можно пару слов? Да, Артем. Ты просто человек с большой душой. И какое счастье, что Господь подарил тебе встречу с этой женщиной, а ей с тобой. Да. Можно еще пару слов? Я хотела бы поблагодарить людей, которые находятся со мной рядом. Я безумно счастлива, что в мире столько доброты. Вот я эту доброту вполне я пью ее не просто чашей маленькой, я пью ее кадушками, потому что столько людей в социальных сетях, когда я открыла свою историю, столько людей мне пишут позитивные, добрые, нежные слова в мой адрес. Я даже передать не могу, и не только в мой адрес, в адрес всей нашей семьи. Поддержка. Вот это тоже является стимулом, очень стимулом большим для продвижения вперед, для того, чтобы мы не стояли на месте и не теряли надежду. И вообще, вот, Анна Юрьевна, я очень с вами согласна, и я об этом тоже пишу в своих блоках, так скажем, маленьких, что надо обращать внимание на мелочи. Господь, Он в мелочах. Если мы будем видеть, мы проснулись утром, солнышко, мы ощущаем дуновение ветерка, мы видим, как почки распускаются, ведь это все мелочи, но благодаря этим мелочам можно увидеть чудо, мы можем увидеть чудо жизни, которое дано каждому человеку, и благодарить надо за Господа, Творца нашего, за то, что Он это чудо дает возможность увидеть. Вот мне это очень хотелось сказать, чтобы люди это понимали и не обращали внимания на какие-то мелочи, какие-то невзгоды, которые окружают. Надо видеть глобальное, надо видеть чудо, надо видеть счастье. Наташа, мы надеемся, что в ближайшее время произойдут невероятные чудеса, и твои ножки, О! и твои ножки сами пойдут подорожкой. По дорожке. С вами была Алла Маркина и прекрасная гостья Наталья Алексенцева.